Я в очередной раз рада приветствовать всех юных программистов. Вместе с вами мы добрались уже до 11 урока, в котором создадим большой проект под названием «Код рыболов». Это игра, в которой главным персонажем, как ты догадываешься, является код рыболов. Я очень надеюсь, что после предыдущего урока ты уже хорошо и четко знаешь, что такое алгоритм, какие существуют алгоритмические конструкции, что есть конструкция следования, ветвления двух видов и несколько видов циклов. Во всяком случае, в скретче есть три вида циклов. Многие из этих конструкций в данном уроке при создании игры «Код рыболов» мы закрепим еще раз и кое-что новое узнаем. В первой части мы рассмотрим пример игры, распишем сценарий и займемся ее проектированием, подготовим все основные части. Сама игра, точнее ее пример, находится по указанному адресу. Этот адрес будет по данным видеоурокам. Ну а я, чтобы не тянуть время, перейду сразу к проекту и быстренько его покажу. Проект находится в студии «Леный разработчик игр Беларусь». И его легко найти по виду подводного мира. Сейчас мы его откроем и немножко поиграем. Как здесь написано, для управления котом нам необходимо зажать левую кнопку мыши и двигать вверх-вниз. То есть, благодаря этому наш кот будет двигаться. И с помощью стрелок вправо-влево мы можем немного смещать кота в стороны. Ну а все остальное по ходу игры мы сейчас разберемся. Итак, запускаем. И вот уже у меня первое... Нет, не первое. Вот я нажала левую кнопочку мыши, он словил рыбу. Сказал ням-ням. И баллов у нас количество увеличилось. Вот. Вот так вот понемногу он двигается. В подводном мире двигаться сложно. Ну и поскольку этот проект создавала я сама, понятно, что нужно ловить рыб. А вот со звездами происходит ай-яй-яй. И звезды падают, и баллов количество уменьшается. Вот, видишь, получилось, что мы словили одну звезду, задели. И при этом, если я даже нажимаю на клавиши влево-вправо, вот он смещается очень незначительно. Возвращается все время, если я отпущу кнопку мыши, начало, то есть на середину, то есть как бы под водой, и он держится под водой. И может только чуть-чуть вверх-вниз перемещаться. Им управлять на самом деле непросто, ты можешь это сам попробовать. Ну а на втором уровне, когда мы набрали определенное количество баллов, мы тоже можем продолжать ловить рыбу, но здесь уже нет следующих уровней, поскольку это демонстрационный проект, и сможешь развить этот проект и сделать его более интересным. Итак, что у нас здесь есть? Посмотрим код, и увидим, что у нас здесь есть 4 спрайта. Мы их элементарно добавим. И есть сцена, у которой есть несколько фанов. Ну, давай сейчас перейдем к подготовленной моей презентации и быстренько рассмотрим концепцию игры и ее сценарий. Итак, ну, чтобы было понятно, особенно младшим школьникам, что такое концепции. Концепции – это общие, как бы такие принципы, что ли. То есть мы сейчас просто опишем, в чем заключается сама по себе игра и какие ее особенности. Итак, первое. Код перемещается, точнее, плавает с помощью мыши при нажатой левой кнопке этой самой мыши в направлении вверх и вниз. Что такое вверх и вниз? Из темы координаты ты понимаешь, что он перемещается по координате Y, а координата X всегда равна нулю, поскольку он остается в центре. С помощью клавиш стрелка вправо и влево он немного смещается вперед-назад, меняется его направление, но оно незначительное, потому что всегда он должен быть в центре. Это такой особый вид игр. Движение же кота вперед имитируется благодаря анимации движения фона в противоположном направлении. То есть на самом деле то, что нам кажется, что он движется вперед, это анимация фона навстречу спрайту. И мы подготовим в этом уроке соответствующий фон. Рыбы и морские звезды появляются справа, с правой стороны сцены со случайным значением координаты Y. То есть такое ощущение, что они действительно вдруг появляются в разных местах, неизвестных нам, или плывут навстречу коту. По существу он тоже к ним плывет, раз мы анимировали движение подводного мира, значит получается, будто бы вот они вдруг друг навстречу другу плывут. Подсчитывается количество пойманных котом рыб и морских звезд, которые он сбил, на основе чего определяется количество заработанных баллов. Съеденная рыба прибавляет баллы, а сбитая звезда после касания с котом, она падает вниз, у нее особая дополнительная анимация, уменьшает количество баллов. То есть звезды сбивать не стоит. Все вместе придумывают, сколько баллов будет прибавляться и сколько отниматься. Это у меня осталось из какого-то пособия. Можно здесь просто подумать. Я там добавляю по одному баллу, если рыбы словлены, и удаляю по одному баллу, уменьшаю, если сбита звезда. Но можно придумать какой-нибудь другой способ подсчета. Например, если словили рыбу, то баллов больше добавить. Если сбили звезду, то баллов меньше убрать, чтобы не получилось так, что баллов совсем мало осталось. Ну и переход на следующий уровень выполняется в зависимости от количества пойманных рыб. Например, если кот словил их больше пяти, допустим, шесть и больше, то мы переходим на следующий уровень. Это, повторю, концепция игры и в соответствии с ней мы будем ее реализовывать. Что касается сценарий, то мы уже увидели, вспоминаем, как мы описываем сценарий. Давно мы этого не делали. Но периодически надо для больших проектов, чтобы ничего не забыть. По первому пункту отвечаю на вопрос, кто что. Мы знаем, что у нас есть спрайты. Мы увидели, что спрайтов четыре. Есть код. Есть фиш 1 и фиш 2. Это рыбы из библиотеки. И старфиш, так называется, подводная звезда. Тоже из стандартной библиотеки Scratch. Также у нас используются три переменные для подсчета баллов, количество словленных рыб и количество сбитых звезд. Если мы зададимся вопросом, где все это происходит, то у нас есть несколько локаций, которые заданы с помощью фанов сцены. И на самом деле у нас два уровня. И этим уровнем соответствуют, будем считать, что это две разные локации, потому что внешний вид подводного мира изменился. Но первый уровень у нас реализован с использованием нескольких фанов, которые меняются. И мы напишем соответствующий скрипт. Ну что, сейчас нам необходимо все это заготовить. Перейдем в Scratch. Переименуем спрайта по умолчанию код. И если ты обратил внимание, первое, что касается кота, то код у нас на самом деле, сейчас я его на первый фон отправлю. Смотри какой. Если я его увеличу, то, собственно, зачем его увеличивать, если мы можем его здесь выбрать и открыть его костюмы. Костюм у него с пузыряками. Он как будто бы, вот когда он перемещается, во-первых, он размещен по-другому, не так, как стандартный код Scratch. А во-вторых, он еще и вот так вот как бы булькает под водой. То есть мы можем это сделать, мы можем изменить костюмы кота. Ну давай посмотрим костюмы. Мы уже дали ему идентификатор код. И с костюмами можно поступить следующим образом. Мы можем дорисовать несколько пузырьков, а потом его немножко развернуть. Если тебе очень хочется сделать, допустим, кота в подводной маске, то есть такой интересная такая команда Scratch, Scratch Cat, со звездочкой они себя именуют. Ссылку на эту команду я размещу под этим видеоуроком. Ты сможешь быстро их найти. И здесь, если посмотреть, вот у них есть проекты. На самом деле, это не столько проекты, сколько код Scratch разных костюмов. И вот, например, у нас есть код подводный. Вот такой. Если мы откроем его код, то, в общем-то, мы видим, что никаких особых скриптов здесь нет, но есть замечательный костюм. Код в подводной маске и даже с пузырьками. Можно, в принципе, его использовать. Единственное, что здесь у него лишнее, по всей видимости, сейчас посмотрим. А нет, это не лишнее. Кажется, что это тень, но на самом деле эта тень нарисована на сцене. То есть нам это не помешает. Мы можем использовать этого кота, этот спрайт. Ну и для разнообразия, надеюсь, ты понял, как рисовать вот эти костюмы, просто добавить пузырьки и повернуть. А мы давай возьмем вот этого кота и с ним поработаем. Сохраним локальный файл. Нажимаем правой кнопочкой на спрайте. Сохранить локальный файл. Сохраняем свою папку. Можно с тем же именем запомнить, только Scratch CatMap. Сохраняем. И сейчас я могу открыть из папки. Где он тут у нас? У меня здесь оказалось несколько. Вот он, Scratch CatMap. Вот у нас здесь появился этот. Тогда этого мы удалим. Можно правой кнопочкой тоже нажать удалить, а можно ножничками со сцены. Вот здесь ножницы удалим. Ну, мы это делали в прошлых уроках. Вот это нам пока не надо. Поэтому берем скрипт нам не нужен. И сейчас мы поработаем с его костюмами. Каким образом? Желательно сделать так, чтобы он еще как-то... Менялись тут пузырьки. Давай увеличу, чтобы было видно. Вот они пузыречки. И он так немножко как бы качался туда-сюда. Ну, пусть здесь будет так. Здесь мы продублируем на втором костюме. И я его выделю. Вот он весь сгруппированный. Поэтому мы можем его спокойненько вот так повернуть. Ну, как будто он туда-сюда. То есть вот мы можем... Такое движение. Все-таки он как-то же двигаться должен, да? Если ты захочешь, то ты можешь его разгруппировать. И сделать, например, вот его тело опять надо разгруппировать для того, чтобы, к примеру, повернуть немножко лапы. Что-то... Ну, пусть он как будто бы лапами гребет. Вот сделаем так, чтобы они здесь были вот одна-другую. Вот он лапки так взял, соединил, а потом расправил, да? Вот так раз-раз-раз-раз-раз. Вот он же плывет, да? Вот уже похоже на какое-то движение подводное. И можно вот эти пузырьки тоже, чтобы как-то они смещались. Все-таки они же двигаться должны. Тоже можно вот так переместить. Не так хорошо их видно. Но когда ты будешь работать над своим проектом, я думаю, что тебе будет хорошо все видно. Ты вот так вот увеличишь. И, допустим, мне хочется еще несколько таких маленьких пузыречков добавить. Вот я просто беру и дублирую. Вот еще. Ну и еще. Ну вот так. Тут четыре пузырька, а там поменьше. Ну и для окончательного завершения работы давай сгруппируем, чтобы ничего не разрушить. Все. Вполне достаточно двух костюмов. И потом можно проверить, в принципе, быстренько, как это все работает. В цикле всегда. Мы можем сделать смену костюма. Понятно, что это будет очень быстро. Поэтому мы поставим ждать. Ну, в общем, похоже где-то на плывущего кота. Нет пределов совершенства. Не буду тратить время. У нас есть еще много другой работы. Итак, спрайт кота мы сделали. Ну что, нужно немножко его уменьшить, конечно же. Не такой огромный. Добавляем спрайты рыб. У нас подводный мир, поэтому мы можем выбрать тему подводный мир. Такая есть. Вот эти две рыбы я использую, поэтому можно взять просто их и добавить. И подводная морская звезда тоже вот. Так, вот они все. Пока просто расставим, чтобы они не мешали, потому что в основном все остальное будет в скриптах у нас делаться. Дальше. Следующая сцена. Для сцены нам нужен фон подводного мира. И на самом деле подводный мир тоже есть. Раз есть тема, значит вот они. Стандартные. Вот тема подводного мира. Фон подводного мира, который я использую в своем проекте. И также с пузырьками очень хорошо здесь код будет смотреться. Вот он плывет, пузырьки и все остальное хорошо. И как сделана анимирована смена фонов? Как вообще сделаны эти фоны? Я покажу. Здесь у меня всего лишь три фона, которые меняются. И возможно тебе показалось, что не очень качественно это дело происходит. Потому что, конечно, для того, чтобы было более аккуратно, надо сделать больше фонов и с меньшими изменениями. Но моя задача показать тебе принцип создания таких фонов. А ты можешь сделать значительно их больше. И тогда будут у тебя аккуратно меняться эти фоны. И будет вот это движение реализовано. Так, чтобы ничего не потерять. Во-первых, лишний фон мы уберем. Во-вторых, нам необходимо сохранить проект. Если ты в своем аккаунте, ты можешь не сильно волноваться. Ну, можешь здесь ввести сразу название проекта. У тебя будет автоматически сохраняться периодический проект. Только следи, чтобы здесь было написано сохранен. А я скачаю на свой компьютер. Пусть у меня будет на всякий случай копия этого проекта. Если вдруг будут какие-то сбои в сети интернет, у меня уже сохранен файл. Итак, готовим фоны для сцены, чтобы у нас была основа для анимации и для вот этого движения вперед. Понятно, что нужно фон продублировать, но не торопись. Достаточно один раз это сделать. Сейчас у нас два фона одинаковых. И что мы можем здесь сделать? Мы можем сделать следующую вещь. Вот, в принципе, можно вот так выбирать и смещать. Вот я просто смещаю. Нажала левую кнопочку мыши и смещаю. То есть нам нужно, чтобы происходило движение справа налево. Тогда будет казаться, что кот, хоть и остается посередине сцены, координатов посередине, но будет такая иллюзия смещения его вправо, вперед. Можно так сделать. Но здесь есть опасность. Если вдруг я неаккуратно двину рукой, то, вот видишь, сверху остается белый край. Поэтому нужно очень аккуратно это делать. Если что-то не так получилось, у нас есть возможность отменить это действие. И все возвращается назад. Другим способом мы можем просто использовать нажатие на клавиатуре на клавишу стрелочка. Вот я сейчас аккуратно нажимаю на клавишу стрелочка влево. И ты видишь, что фон двигается влево. Ну давай подсмотрим, как у меня там сделано, чтобы почти так же сделать. Вот он сдвинут почти наполовину вот этих пузырьков. Но я не буду так сильно сдвигать. Допустим, немножко меньше сделаю. Или еще чуть-чуть подвину. Вот так. Вот, подвинули. Теперь что осталось? Осталось закрыть вот эту дырку. Что с этой дыркой делать? На самом деле, это вот этот кусочек, насколько мы сместили, столько мы должны сюда его добавить. Но, если мы этот же кусочек скопируем и сюда вставим, вот сюда на второй фон вставим, то может оказаться не совсем аккуратным. Но попробуем. Это сделать и проверим, все ли у нас получилось. Для этого берем, выделяем вот эту вот, эту часть. И копируем. Чтобы копировать, мы можем нажать комбинацию клавиш Ctrl-C. Как в любой программе. Ctrl-C. Переходим на второй фон, нажимаем Ctrl-V. И, след за мышкой, вот я ничего не нажимала, просто двигаю мышку, видим, что идет вот этот кусочек фона. Мы его аккуратненько ставим вот сюда вправо, но я вижу, что как раз таки не совсем аккуратно с песком у нас происходит. Но ничего страшного. А вот лишние пузырьки, они в принципе и пропадают. Но нужно очень точно попасть. Вот. Как только я нажимаю левую кнопку мыши, так этот кусочек и приклеился. Если я сейчас уберу выделение, просто щелкну на другом месте, я вижу, что, в общем-то, даже и неплохо получилось. Но можно при желании вот этот вот уголочек справа чуть-чуть подправить. Ну, на самом деле, это песок. И, в общем, почему песок может быть вот таким вот, как бы, горочкой. Да, нормально. Чудесно получилось. Здесь, правда, немножко не отображается то, что должно быть. Но это не страшно, потому что на сцене я вижу все в порядке. Если я его разверну, то тоже все отлично. Теперь мы... Вот сейчас закрылся этот белый кусочек. Нажимаем правую кнопку дублировать. И уже с этим фоном измененным мы проделываем ту же самую операцию. Мы его выделяем. Смело бери прямо вокруг всей сцены. И опять сдвигаем вправо. Ну, можно смелее. Вот так побольше. Опять сместили. И теперь из предыдущего кадра нам надо опять восстановить вот этот маленький кусочек. Мы его берем и смотрим внимательно. Вот здесь надо быть внимательным. Почему? Потому что вот фактически тот край пузырька, который нам нужно восстановить. То есть вот, чтобы попасть ровненько, да? И смотрим примерно по ширине, сколько нам надо. Берем. Ну, в принципе, по ширине можно смело брать, потому что то, что лишнее, у нас не попадет. Опять нажимаем Ctrl-C. Переходим к следующему фону. Ctrl-V. Вот у нас держится на мышке. И аккуратненько смотрим, внимательно придвигаем. Вот совпадают должны пузырьки. Так, я тут уже даже замолчала. Оп, все, вроде точненько попало. Вот как раз получилось очень аккуратно, да? Ну что, сделаем еще один. Или попробуем проверить, как будут меняться фоны. На самом деле, если ты работаешь в своем аккаунте, ты можешь открыть скрипт сцены и вот этот вот скрипт подсмотреть. Или даже скопировать. Ну, еще раз повторю, лучше не копировать, а брать и писать самостоятельно. Тем более, что здесь нам все не надо. Нам нужно только смену фона. Смотри, здесь смена фона происходит через ждать. Ну, давай так и сделаем. Чтобы увидеть, когда щелкнут по флажку. В цикле, ты уже знаешь, что такое цикл всегда, у нас сменяется фон. Но сначала очень важно, чтобы был фон уровень 1.1. Вот смотри, здесь у нас как раз очень важно идентификация имена фонов, чтобы не запутаться. Здесь у нас написано Underwater 3, Underwater 2, Underwater 4. То есть путаница полная. Поэтому мы здесь подпишем, чтобы не запутаться. Пишем уровень 1, Defice 1. Почему? Потому что это первый уровень и первый фон этого уровня. Дальше можно просто скопировать. Мы тоже выделяем Ctrl-C, Ctrl-V и вместо единички двоечку. И, наконец, последнее. Их последовательность важна. Ctrl-V и троечку. Вот, отлично. Теперь переходим в скрипт сцены. Обратите внимание, мы пишем скрипт сцены. В цикле всегда мы меняем. И здесь видим, что команд меньше. Фон. На какой? Вначале надо выбрать первый. Потом у нас должен быть второй. Потом мы ждем. Сколько мы там ждем? Здесь 0,7 я ставлю. Ну, давай так и сделаем. 0,7. И вот эту часть мы дублируем. Здесь у нас будет 1,3. И еще раз надо продублировать, потому что должно быть здесь все три фона. То есть, получается, что сначала был уровень 1,1. Потом 1,2,1,3. Потом опять 1,1. Потом цикл возвращается. Опять 1,2,1,3,1,1. 1,2,1,3,1,1 и так далее. Ну, давай проверим. Ну, очень даже неплохо, да? Ну, немножко скачет в конце. Еще раз повторю. Моя задача показать себе принцип основной. Уже кажется, что вот наш код, в принципе, плывет. Ну, и подбором интервала и подробным рисованием ты сможешь достигнуть более интересных и хороших результатов. Отлично. Мы все подготовили. Будем считать. Ну, и добавлю еще один фон для следующего уровня. Пусть он будет, да? Вот этот мне нравится. Вот здесь следующим он будет. Но его уже имя другое. Мы назовем его уровень 2. И пока никак не обрабатываем, потому что нам надо еще написать скрипты для всех наших спрайтов. И этим мы займемся в следующей части урока. А пока подготовь сцену, подготовь фоны. Тебе придется потрудиться. И в следующей части мы с тобой до конца реализуем наш проект. Желаю тебе успехов. И не забывай делать гимнастику.